Давайте ситуацию в жизни, чтобы стало максимально понятно. Ребята, пожалуйста, не покупайте объектив, потому что кто-то где-то сказал, что для него это очень крутое стекло. Для того, чтобы хотя бы попробовать и почувствовать, насколько меняется кадр и как сильно у вас сократится время на обработке. Сразу, особенно у девушек, будет плюс 20 килограмм условно. Ребят, всем привет! Меня зовут Лиза, фэшн-фотограф, снимаю для бренда блогеров и недели моды. И в этом видео я хочу с вами разобрать 5 неочевидных ошибок, которые совершают начинающие фотографы. И первое, с чего мы начнем, это неиспользование выдержки во время уличной съемки. Смотрите, когда фотограф выходит на улицу и он делает кадр при палящем солнце, днем, когда очень много и так света, что происходит? В вашу матрицу сразу попадает на камере очень много света и, как мы это видим, пересветом на картинке. Что нужно делать для того, чтобы этого пересвета не было, но при этом сохранялось размытие? Регулировать выдержку, потому что часто фотографы не используют выдержку, как возможность регулировать экспонирование кадра. И здесь прям огромная ошибка, потому что закрывая просто диафрагму, да, у вас света будет в матрицу попадать действительно меньше, вы избавитесь от этого пересвета, но, к сожалению, тогда весь кадр станет в резкости. А чтобы сохранить вот это потрясающее размытие, которое можно добиться только на открытой диафрагме, мы с вами должны помнить о том, что выдержка также очень круто помогает нам правильно экспонировать кадр. Поэтому, когда вы снимаете на улице и понимаете, что у вас пересвет, но вам нужно сохранить классное размытие, пожалуйста, регулируйте выдержку, а не диафрагму. Ну, а чтобы посмотреть, как это работает на практике, я вам сейчас ставлю небольшой отрывок из моего большого стрит-стайл урока по уличной съемке, который, кстати, вы можете забрать по ссылке под этим видео, и там я как раз-таки наглядно показываю, делая кадр, что происходит, когда вы регулируете только диафрагму, и что происходит, когда вы регулируете выдержку вместо диафрагмы. Мы сделали кадр именно с диафрагмой, да, и вот здесь у нас было размытие с выдержкой, ну, согласитесь, разница глобальная. Вторая ошибка — это не использовать рассеиватель, когда вы снимаете при палящем солнце. Рассеиватель — это потрясающая вещь, она очень сильно дешевая, вы можете ее приобрести, чуть ли не на Вайлбрис заказать себе отражатель. Главное, смотрите, чтобы внутри был вот этот вот рассеиватель, как им пользоваться, и в чем вообще его преимущество. Вы можете, снимая даже днем с палящими лучами солнца, получать более смягченный такой мягкий свет. Как это происходит? Смотрите, когда у вас жесткие лучи светят в какую-то поверхность рассеивающую, у вас вот этот жесткий луч, увеличивается его, так скажем, площадь, и, соответственно, он более мягко ложится на лицо. Что вы будете видеть на картинке? Вы будете видеть мягкую кожу. Грубо говоря, представьте, когда вы снимаете в солнечную погоду с такими прямыми солнечными лучами, насколько сразу видны все поры на лице, насколько тени более жесткие. Вот эта граница тени получается жесткой, да, можно прям взять ее и обвести, да, что у нас и говорит о жестком свете. Но при этом, как только начинается облачная погода, сразу все картинки становятся мягкими, такими прям нежными, с пониженной контрастностью, потому что свет ложится мягко. И использование рассеивателя на съемке, даже вот днем при палящих лучах, это вам и позволит, как раз таки, грубо говоря, над моделью сделать такую более облачную погоду для того, чтобы рисунок становился более мягким. Да, конечно, бывают случаи, когда по задумке нужно снимать именно с палящим жестким солнцем, для того, чтобы был там в фэшн какая-то история, очень такие жесткие тени. Но часто бывает, особенно в примере уличных индивидуальных каких-то съемок, часто нужно избежать вот этого сильного-сильного такого контраста на лице и подчеркивания пор. Поэтому я крайне рекомендую заказать прям всем этот рассеиватель или взять условно в прокат, для того, чтобы хотя бы попробовать и почувствовать, насколько меняется кадр и как сильно у вас сократится время на обработке именно детальной ретуши кожи. Следующая ошибка это не учитывать кроп-фактор вашей камеры. Смотрите, давайте разберемся, почему это важно. Во-первых, все камеры делятся на три вида. Это любительская, полупрофессиональная и профессиональная камера. Если мы с вами говорим про кроп-фактор, то у любительской камеры это кроп-фактор равен двум, у полупрофессиональной он равен полтора и, соответственно, у профессиональной он равен единице. И давайте разберемся, почему это важно. Смотрите, если у вас какая-то любительская камера, ваш кроп-фактор равен двум, при этом вы берете объектив 35 миллиметров и думаете, что ну все, у меня сейчас будет широкоугольный формат, будут классные портреты. И вот это число необходимо умножать на фокусное расстояние вашего объектива, для того, чтобы понимать, а что вы будете вообще видеть, если вы будете использовать вашу камеру с этим объективом. То есть, какой вы будете получать кадр на выходе. Давайте ситуацию жизни, чтобы стало максимально понятно. Смотрите, если вы где-то услышали, что 50 миллиметров это потрясающий портретный объектив. И если вы хотите быть фотографом индивидуальных съемок, то, конечно же, вы можете думать о том, что вау, он мне классно подходит, я хочу его себе взять. Вы можете пойти его приобрести, начать снимать и увидеть то, что у вас очень все кадры начинаются близкими. То есть, вы вроде делаете кадр, и он у вас очень близкий. Еще, знаете, такой важный момент, что когда ты делаешь портретные кадры, и у тебя фокусное расстояние большое, то есть там 85-105 миллиметров, то сам человек становится такой более большой, так скажем. Это, кстати, лайфхак для тех, кто снимает индивидуальные съемки. Пожалуйста, не снимайте их на 105 миллиметров портреты, потому что у вас сразу, особенно у девушек, будет плюс 20 килограмм условно на фотографиях. Так не делайте, потому что клиент будет расстроен, что он выглядит в жизни чуть-чуть поиначе. Поэтому, конечно же, считается идеальным объектив 50 миллиметров. Но, учитывайте, что если вы надеваете такой объектив на вашу любительскую камеру, которая имеет crop factor 2, по факту вы начинаете снимать на объектив 85 миллиметров. То есть, мы 50 умножаем на вот этот crop factor 2, то есть, ну, как раз таки 100 миллиметров, это очень сильно близко. И у вас происходят совершенно другие картинки, не так, как этот объектив работает на самом деле. То, как он работает на самом деле, можно узнать на профессиональной камере, где crop factor равен 1. Что это значит? То есть, какой бы вы объектив ни надели, то, что написано на нем, то вы будете видеть в момент съемки. И это действительно важно на понимание. Потому что, если вы, допустим, даже берете в аренду вот какой-то объектив, вы хотите, чтобы у вас был широкоугольный формат. Вы понимаете, что так, мне нравится, как снимает, допустим, 35 миллиметров объектив. То есть, можно снимать на него и портреты. Да, это широкоугольный объектив, но первое разрешенное, так скажем, число, на котором можно снимать портреты, которое будет не искажать картинку, как вот эта вот история рыбьего глаза или вот этих фэшн-съемок с искажениями. Вот, то вы можете взять в прокат просто банально не тот объектив, не того фокусного расстояния. То есть, если вы хотите на выходе получать 35 миллиметров с crop factor 2, вам и надо взять широкоугольный объектив. То есть, 35 разделить просто на 2. И в зависимости от этого брать объектив. Не надо брать объектив 35 миллиметров, а потом на съемке расстраиваться, что в итоге вы снимаете на 50 миллиметров, и у вас никакого там широкоугольного формата и речи быть не может. В общем, как понять, какой crop factor, просто загуглите свое название камеры и так и пишите crop factor. И вам сразу будет он выдан. И учитывайте это, если вы будете покупать новый объектив или брать его в прокат. И следующая вытекающая отсюда ошибка, это покупать объектив, не потестировав его сначала. Что это значит? Смотрите, я крайне рекомендую перед любой покупкой объектива обязательно взять его в прокат и просто попробуйте. Часто бывает такое, что просто фокусное расстояние не ваше. Это действительно факт. У меня тоже было такое, когда все вокруг твердили, что надо брать портретный объектив 100%. Это прям, знаете, такая база для фотографов 50 миллиметров. Но, когда я начинала снимать, у меня была камера Canon 200D, такая любительская. Она была китовая, то есть шел в комплекте объектив 18-55. И дополнительно еще я купила также портретный объектив 50 миллиметров. И смотрите, что происходило. Вы теперь же знаете про кроп-фактор. У меня краски был кроп-фактор 2. И по факту я все свои картинки вот с самого начала снимала просто на фокусное расстояние 18 миллиметров. Да, у меня был прям такой выбор фокусных расстояний по факту. Но практически, наверное, 80% своих съемок я делала именно на 18 миллиметров. И к чему это привело? То, что сейчас я снимаю на объектив Canon 35L 2 версии. И у меня вот он, знаете, такой фикс, который я использую просто постоянно, абсолютно на всех своих съемках. Да, иногда я беру также дополнительно в прокате 24-70 и 70-200, если это какой-то стрит-стайл формат. Конечно, но мой такой, знаете, базовый набор это абсолютно точно широкоугольный вот такой объектив. Потому что я фэшн-фотограф, и мне действительно комфортно, очень сильно комфортно снимать на такое фокусное расстояние. Потому что на него можно снимать и портреты, потрясающая открытая диафрагма 1,4. Вот, то есть он максимально светосильный, максимально классное для меня именно фокусное расстояние, и я на него снимаю. Но я знаю, что есть фотографы, которые вот, например, у меня... Я часто даю ученикам поснимать на свой объектив, на свое оборудование во время практик, которые у нас проходят, индивидуальные практики. Так, у меня есть обучение по фотографии, которое включает в себя не только онлайн-формат, но и также для тех, кто проживает в Петербурге и в Москве. Я также делаю индивидуальные практики. Это индивидуальные мастер-классы для фотографов. В ходе обучения мы создаем прям продающие портфолио. Кому интересен такой формат, понять цвет, начать работать с команды, продвижение, по ссылке под этим видео вы можете найти все подробности. Так вот, я часто на практиках даю просто попробовать свой объектив. Вот, и очень многие отмечают то, что кому-то очень сильно круто, все загораются хотят, а другие отмечают, что так сильно широко и берут дальше свои там обратно 50 мм и снимают так, как им комфортно глазу. И вот здесь очень важно, ребята, пожалуйста, не покупайте объектив, потому что кто-то где-то сказал, что для него это очень крутое стекло. Вот прям честно, попробуйте сначала в прокате, потому что прокат это стоит порядка 1000 рублей взять на сутки, попробовать, проведите съемку творческую, поиграйте с этим фокусным расстоянием. А когда вы купите сразу за 200 тысяч какой-то объектив, все-таки будет обидно, если вы поймете, что он не для вас. И следующая ошибка касается темы денег, а именно выбора жанра фотографии, в котором хочется развиваться. Смотрите, поначалу, возможно, кто-то из вас сейчас тоже стоит таким перед выбором, а не нужно идти в свадебные съемки, только потому что вы думаете, что это самый прибыльный жанр фотографии. Нет, это абсолютно не так. Снимая свадебные съемки, нужно учитывать, что, во-первых, вы также будете работать в съемочный день, как и, например, съемки для брендов. А там, грубо говоря, примерно одинаковое соотношение оплаты за съемочный день. Плюс надо учитывать, что съемки для брендов, они, например, идут круглый год. Свадьбы все-таки больше сезонная такая история. То есть, да, в моменте, когда вы только начинаете, вы можете подумать, что вот, ой, индивидуальная съемка, час съемки 5000 рублей, мало кто там берет 2 часа, 3 часа, а вот свадьбы беру там на весь день. Вот там-то я сейчас заработаю. К чему это приводит? Да, вы в погоне за деньгами можете в моменте получать, допустим, какую-то большую оплату, но по факту вы начнете выгорать. Потому что если вы не кайфуете от того, что вы снимаете, если вам просто не нравится это, вы в итоге перейдете в рутину. И уходя в фотографию, чтобы творить, чтобы во всем этом, знаете, так плавать, наслаждаться и действительно кайфовать, потому что свадьбы не нравятся. И здесь мне хочется просто вас предупредить, что не надо ошибочно думать, что свадьбы это единственный жанр фотографий, где можно хорошо зарабатывать. Это абсолютно не так. Вот, если вы еще не подписаны на этот канал, сделайте это, потому что здесь действительно классный материал. И, кстати, смотрите мои также влоги со съемок, потому что я показываю много закадрового процесса, того, что происходит как раз-таки на съемках в действительности. Это не только нарезанные бэкстейджи под музыку, но и также какие-то факапы, какие-то истории. В общем, какие-то, знаете, события, которые произошли и нужно быстро решить. В общем, у меня на канале действительно много классного материала, и я думаю, вам обязательно понравится. Пишите обратную связь по этому видео в комментариях. Может быть, вы совершаете какие-то ошибки. Также, хотя вы уже, например, опытный фотограф, или если вы только начинаете, пишите, что взяли себе на заметку. И до встречи в новых роликах. Пока!